Вот такие трубы установлены по всем каналам речки. И неизвестно, что за жидкость сливается в воду. Сейчас специалисты проводят исследования этого опроса. И таких мест сбросов за 4 года на речке было установлено 148. 57 из них уже ликвидировали, 52 попросту замуровали. Но проблема не уходит. В Октябрьском районе города таких стоков добавилось еще 5. Это обнаружили специалисты во время рейда. Если мы видим, что это запах канализационных стоков, какой-то химический, то необходимо, если лаборатория, мы ее вызываем, определяем, считаем ущерб. Если это ливневка, вот сейчас, допустим, дождя нет, мы видим, что она сухая, но ливневые стоки. Но законодательство у нас таково, что даже ливневка, она должна быть законная. Специалисты ведомства сейчас проводят административные расследования по бесхозным стокам. Ищут в собственников для привлечения к ответственности штраф за такое нарушение для физических лиц 4 тысячи рублей, а юридическим может достигать и 200 тысяч. Проведены определенные надзорные мероприятия по 52 сбросам. То есть эти 52 сброса у нас уже не являются активными, их нет. По 5 сбросам, вот как вот этот сброс, который мы с вами наблюдаем, в настоящее время ведется работа по установлению собственника для того, чтобы провести определенные мероприятия и затампонировать этот сброс. Помимо этого, специалисты обследуют еще и территорию водохранилища на наличие свалочных очагов. По их словам, вопрос со стоками и мусором должен быть решен в ближайшее время. Так, вдоль берега Тимирник в районе парка Октября идет строительство первой мили экологической зоны.